всем здорова сегодня мы продолжаем серию тестов с и траком у нас сегодня и трак и катушка ультимейт ей посвящен сегодняшний ролик катушка ультимейт 13 дюймов болгарская отличная замена штатной и траковской катушки бабочки катушка dd практически в два раза она дешевле посмотрим сейчас уступает она по своим техническим характеристикам штатной бабочки значит тесты мы проводим свет на подсветку включить тишина значит по настройкам давайте пробегусь так отсюда чувствительность ручная громкость порога утон у меня 41 стоит так громкость самого аппарат я вчера убавлял потому что был шанс что у меня разгонят с огородов усиление громкости отклик нормальный многотональность стоит количество тонов много индуктивность вариация тонов 25 предел частоты 30 так едем дальше глубина цели до быстрая реакция нет металл мусора много грунт сложные отстройка от помех вчера ставил 10 мне не понравилось вообще на 11 всегда хожу короче на десятки если ставить 10 у меня пинпойнтер марсовский у меня видит когда я включаю пинпойнтер были начинает начинает видеть мой пинпойнтер включить в смысле ложные сигналы давать так контрастность значит контрастность 15 это не принципиально центр цели норма чувствительность до так режим тайм аут цели сброс всех настроек так открываем всю маску для нашего теста как все все тесты мы делаем до их максимальную чуечку ставим вот так полностью открытая маска начинается ложное срабатывание чуть может под катушка лежит вот ну в поле конечно редко когда применяешь 30 я прочую куда вот эту на 30 редко доходим ну на тестах мы их ставим так так ну и наш подопытный по старой доброй дружбе значит чешуя это у нас чё петровская полушка катин пятак 5 копеек 30 год полки шок серебряный 24 года и деньга какой ход 50 год вот такие значит у нас подопытный сейчас мы будем их тестировать поехали начнем с пятака посмотрим как обычно делаю плашмя его 40 41 42 так ты на 45 принципе срабатывать 50 кое-чего проскакивает но он не копаемый сигнал выше слышать комары 42 я бы копал вот 43 очень хочется засчитать но не будем он не копаемый сигнал 42 сантиметра ну и на 50 тоже есть видит но не назовешь а вот сейчас 43 хорошо видит 42 оставим не будем лучше серебряный полтинник 30 отлично 35 прошли отметку 40 не 39 39 вот как слышно на 39 поет 38 38 выкупаем так 5 копеек 30 ход 30 отлично 35 есть 37 40 40 43 вот с пятаком на 42 так как с катином пятаком на 43 41 40 cancers undry 50 10 год 30 начинает 40 но все пытался раскрутить до 32 но нет 31 так а это у нас петровская полушка петровская полушка что-то какие две буквы отцы что ли не уже не помню какой-то год так с 30 начнем 32 33 34 35 хорошо 30 35 чешуйка 30 возьмем сразу 28 нет 27 24 хотя уж не пойму то ли 24 то ли 25 вот вот предел 30 не видит начинает уже вот с 27 срабатывать 25 кто копает по чешуе знает что она но именно так вот неоднозначно срабатывает где на глубине ну а теперь немножко вкратце до катушки катушку я купил где-то той осенью в том году вот принципиально я не стал снимать никаких роликов никаких тестов чтобы немножко узнать они сразу прям не понравился прям первые три выхода мне реально не понравилось на стандартной катушки бабочки я применял на полную чуйку ходил по большой траве здесь по большой траве с ней не пройдешь на два деления убирать это раз роса это два то есть по россии тоже надо убирать где-то 3 3 штуки я убираю вот по россии не знаю может быть какие-то индивидуальные есть какие-то настроечки там я не за или индивидуально каждому м.д. надо подходить но по крайней мере здесь вот у меня так на россии убирает на чуйки 3 это прям сто процентов вот а вообще вообще мне реально очень понравился эта катушка ну не знаю и чешуя идет на ней и но все то же самое я в принципе разницы не почуял в принципе так что вот я рекомендую если у кого-то сломал штатка вот самая нормальная наверное катушка много есть разных катушек базара нет ну вот я этой по я эту протестировал я именно за нее что еще про нее сказать катушку я вот переворачиваю видите переворачиваю вот сюда этим проводом и отверстием на штанге вовожу вот сюда так я делаю на всех катушках кроме снайперки snake тут-то там так не получится он чересчур сильно выгибается здесь вот именно вот так я его изолентой заматываю я вот эти вот больные места вы знаете данная катушка изоленты я изначально прям новая катушку беру я ее сразу же заматываю я не жду этих переломов мне такого не бывает слава богу ну а так вообще я катушка очень доволен но я не рекламирую а вот мало ли кто-то кто-то сомневается какую именно взять да я знаю сейчас многие спецы в кавычках подписать зачем с по воздуху отличается от тестов в грунте тогда понятное дело отличается никто не спорит я знаю об этом не первый год хожу воздух он отличается но тест тест вот по воздуху почему я делаю по воздуху почему я не делаю в грунте вот один по воздуху второй по воздуху если по воздуху вот из нескольких вариантов тестов по воздуху посмотреть разницу она естественно будет и что сделать тест в земле конечно будет разница конечно если вот он увидел на 45 сантиметров по воздуху земле он может ее не увидеть но бывают моменты когда он в земле может ее увидеть на 50 а по воздуху не увидеть не было у вас таких случаев а у меня было я это вот кстати вот эти вот вот такие пятаки тридцатых годов приблизительно до раннего совета вынимал с 50 сантиметров ну плюс минус то есть два штыка вот фискаре я прям выдергивал свободно так что по тесту вот он тоже глубоко но ну вот в принципе в принципе все тесты которые я провожу с хитраков настройки стандартные ну как стандартные стандартные для меня я по таким настройкам хожу единственная убирает две-три чувствительности 223 деления а так вот на всех тестах у меня одинаковые стоят настройки и вот мы делаем для сравнения может быть кому помог если кому помог друзья ставим лайки подписываемся на канал приходите к нам в группу в контакте тамбовские кладоискатели желаю удачи под катушку вот таких круглосеребряных сигналов чао Субтитры подогнал «Симон»